Сколько раз я загадывала желания и сколько раз они не сбывались. И буквально за 2021 год 80% моих желаний, которые я написала себе, накалякала на карте желаний, они сбылись и поняла одну из основ, почему желания сбываются. Так, сейчас сосредоточусь на написании, чтобы они сбывались. Так, оставляем. И прикрепляем. Одно из основ, то есть это один из таких важных моментов был в моем 2021 году. Я исполнила 80% своих желаний и поняла, как это работает, друзья. И сегодня я хотела бы немного об этом поговорить, рассказать, настроить вас на Новый год, на 2022 год. Хочу вам дать такую мотивацию, позитивчик вам такой дать, чтобы вы пришли к Новому году с настроением, с хорошим. Чтобы вы к Новому году были настроены на новые желания, на новые мечты. И чтобы все сбывалось, конечно же, в первую очередь, зачем мы это все, зачем мы все это и загадываем. Ну что, оставлю в ленте, сохраню прямой эфир. И поэтому можно будет, если что, пересмотреть. Привет, дорогая Инжа, привет. Можно будет пересмотреть. Оставайся, Инжа, мы сейчас классную тему затронули. Сегодня 21 декабря, 21-12-21. Сейчас 21 уже с копейками. Время, прям самое время, когда загадочное. Я верю в такую небольшую нумерологию. Ну, небольшую в плане того, что частичка нумерологии, она реально работает. То есть цифры, они действительно существуют. И цифры действительно так или иначе влияют на нашу жизнь. И поэтому всегда, когда вижу какое-то одинаковое число, я думаю, что часто встречается у вас то же самое. Да, когда, например, вы видите 21-21, я тут же загадываю желание. Вот так у меня вот работает именно это. Ну что, друзья, давайте начнем прям самое главное. Скоро Новый год, 2022 год. И мы будем все загадывать желания. Как же загадывать желания, чтобы они реально сбывались. Хочу с самого начала начать это, чтобы вы подумали о том, что мы, каждый день в нашу голову приходит миллион мыслей. Просто их миллион. И большая часть, 80% наших мыслей, они неосознанные. То есть мы их как-то не анализируем, не понимаем. Иногда даже какие-то действия мы делаем неосознанно, согласитесь. Бывает даже у меня так, что я сажусь, например, за руль, и как я доехала от пункта А до пункта Б, ну или даже можно пешком, да, за рулем это опасней, но пешком, например, как мы шли от одного пункта до другого. И когда дошли, уже понимаем, что, блин, а как мы дошли вообще? Как это вообще произошло? То есть этот пункт, он как-то вырубился с нашей головы, да, этот момент ушел с нашей памяти, и мы не помним, как мы дошли. Потому что в этот момент вы о чем-то думали, и это были неосознанные какие-то действия. Так вот, друзья, большая часть наших телодвижений, они неосознанные. Очень много непонятного в нашей действии и очень много сумбурного в нашей жизни, потому что мысли не сконцентрированы. Мы все время распыляемся. У нас очень много мыслей уходит в никуда. И, например, да, допустим, не знаю, там, надо помыть посуду, надо приготовить кушать. И вот это вот какие-то ежедневные заботы, хлопоты, которые в нашей голове, они, безусловно, из нашей жизни не уйдут, эти хлопоты, заботы. Но постоянно о них думать, это очень энергозатратно. Очень много отнимает нашего времени и энергии. И есть большая часть вообще, которые нам не нужны мысли. Например, о соседях, о родственниках, у которых что-то случилось. Кто-то умер, коронавирус. Очень много мыслей, которые нам абсолютно в нашей жизни не несут никакой результативности. Причем не положительной, не отрицательной. Хотя отрицательная, возможно, если мы мусолим эту тему постоянно, негативную, то она так или иначе отразится в нашей жизни. Так вот, друзья, я вам предлагаю в следующем году, в 2022 году, сосредоточиться как-то, знаете, на более тех мыслях, на которые дают нам результат. И желательно положительный. Как это сделать, да? Во-первых, нужно понимать, что эти мысли, которые вот у нас ежедневно, они приходят, они не только отнимают нашу энергию и время, они отнимают у нас жизнь. Почему? Потому что то, что мы мыслим, мы действуем. Ни одно действие без мысли не существует. То есть, чтобы написать, взять ручку и написать, мы сначала надумали это себе. Так, надо написать. И вот эти мелкие телодвижения, которые мы неосознанно делаем, кушаем, да, мы не думаем, что там ложку надо брать, но это делает наш мозг. Он сначала мыслит, он сначала делает, ой, сначала мыслит, а потом наши руки, наши ноги делают. Все, что мы в нашей жизни делаем, это результат наших мыслей. А все, что мы делаем, а все, что есть в нашей жизни в результате, это то, что мы делаем. Я надеюсь поняла, понятна эта цепочка. То есть, мы мыслим, делаем, и потом после делания к нам приходит результат. То есть, изо дня в день, что мы делаем, то и приносит нам результат. Ходим мы каждый день на работу, например, не на любимую, она нам приносит определенный результат. И эта, вот эта цепочка, она так или иначе нас приводит к определенным результатам. А какой будет результат, положительный или отрицательный, это зависит от того, что мы себе намыслили. И вот я вам хочу сказать, прежде чем загадать желание в 2022 году, у меня есть к вам предложение. Прям реально подумать, что действительно я хочу. Вот не просто взять и загадать от балды желание, а взять и подумать, прям выписать, что я хочу. Не зря на всех этих марафонах, на всех этих вебинарах, на всех обучающих платформах пишут желание. Потому что вы вытаскиваете из себя то, что вы хотите. Мы по факту даже не знаем, что мы хотим, потому что большая часть наших желаний, они не истинные. Так вот, друзья, самое главное – это загадать свои истинные желания. Что такое истинное желание? Истинное желание – это то, что вы действительно хотите от всего сердца, от всей души. Не то, что навязали вам. Например, нам кажется, что нам необходимо иметь квартиру. Квартиру. Вот вообще, смотрите, такой очень важный момент. Материальный мир, он второстепенный в нашей жизни. То есть материальный мир, он дополняет наши желания, но никак не определяется самоцелью. Иметь квартиру – это не проблема, их много, их просто много. Нет такой нехватки квартиры, возможно, нехватки денег, но саму цель деньги тоже не ставит. Что за этим должно быть самое главное, за вашими желаниями? Это ваши ощущения, это эмоции. Где есть эмоции, где отзывается, там и ваше истинное желание. Например, даже имея эту квартиру, да, вот вам кажется, что ваша цель – это квартира, допустим, иметь. Но что за ней стоит? Вот вы должны почувствовать. Возможно, это ваше пространство, где вы отдыхаете, где вы спокойны, где вы берете свою любимую книжку, не знаю, куда-то в уголочек свой любимый упаковываетесь, берете эту книжку и читаете. И, возможно, вот именно эта картинка и определяет, как ваша цель, ваше желание определяет. Именно эта картинка. То есть, когда вам спокойно, когда у вас в гармонии в душе, когда вам хорошо, и тогда вы определяете именно самоцель. Когда вы будете думать именно об этом, о том, что вам хотелось бы этого пространства, где вам спокойно, комфортно, где вы сидите со своей любимой книжкой, вот на именно это состояние, возможно, придет даже не квартира, а что-то гораздо больше. Именно так и работают истинные желания, когда вы идете по истинным желаниям от души, когда вы чувствуете, что это действительно ваше. Просто иметь квартиру – это просто норма для, например, советского времени. Когда в советском времени давали квартиру, и нам родители говорили, что постоянно надо иметь квартиру. Квартира – это как пример. Возможно, есть другие примеры. Там, не знаю, иметь машину, да, или иметь какой-то определенный статус в жизни. Быть женой, быть матерью, да. Это у нас в крови, нам это заложили. А нужно ли нам это конкретно, мы не знаем. Нужно ли быть на самом деле замужем для того, чтобы быть счастливым? Нужно ли иметь на самом деле детей? Да, это тоже необходимость, да, тоже иметь детей, выйти замуж, иметь квартиру. Без этого тоже человек не будет счастлив. Но это не должно быть самоцелью. Самоцель – это состояние, внутреннее состояние человека, где вам хорошо. И вот прежде чем вы будете записывать желание в 2022 году, сядьте и подумайте, что я действительно хочу. Вот прям истинно. Не размышляйте, не анализируйте. Например, я там, я хочу, например, там, я хочу покоя, допустим, да. Не надо анализировать. Типа это не желание, типа это же не что-то такое. Это желание, это ваше истинное состояние. Вы хотите покоя. Вы не знаете, где он просто. Ну, где вы окажетесь на этот момент. Может быть, это желание вас приведет, не знаю, на Мальдивы, где вы отдыхаете. Извиняюсь. И поэтому нужно прям взять и выписать, что я действительно хочу от своей жизни, от себя конкретно. Что я хочу. И вот вы выписываете. Я хочу покоя, там, допустим, да. Я хочу путешествовать, то есть от состояния своего. Возможно, я хочу эмоций, да, например. Я хочу каких-то ярких впечатлений. Хочу яркой любви, да. Ни с чем, не отказывайте себе, да. То есть просто написать на бумажке, не отказывайте себе. Просто пишите, что вы хотите. Там ярких эмоций от мужчины, например, да. Романтических, может быть, отношений. Прямо конкретно пишите, что вы хотите от жизни. И дальше уже нужно найти то, что вас реально триггерит. То есть то, что вас прям зацепляет. Возможно, это будут либо все желания. Возможно, это будет... Мы же будем загадывать, ну, одно желание, да. И в целом это одно желание должно как-то определить именно ваше состояние. Что это за состояние и что вы действительно хотите. Вот где это. Когда вы поймете это, да, то есть это будет цепочка. Сейчас я вам расскажу эту цепочку. Дальше. Когда мы загадаем желание, да, когда вы найдете это истинное желание, и вы загадаете его на Новый год, дальше это будет ваше состояние. То есть если вы начнете с 1 января себя угнетать и говорить, что, блин, желание не сбылось, не знаю, все плохо, жизнь не удалась, новогоднее настроение пропало, ну и все, ну и все, на этом жизнь закончилась. Нет, друзья. Именно когда вы поймаете состояние праздник внутри себя, что в вашей жизни все прекрасно, что в вашей жизни все хорошо, это, знаете, это, знаете, от какого состояния приходит, от состояния благодарности, когда мы действительно довольны своей жизнью. Да, сложно, когда у нас нет еще мечта не сбылась, когда еще мы не пришли к своим мечтам, а еще находимся там, где, ну, возможно, не так все хорошо, не так все радужно, как нам хотелось бы, но именно поймать состояние благодарности. Потому что я вам хочу, друзья, сказать, что деньги, какой-то материальный мир, люди, да, мы же, если, например, хотим романтичных отношений, мы хотим романтичных отношений с мужчиной, люди, дети наши, все эти второстепенные моменты – это дополняющие наше состояние. Никто вам не дает гарантии, что материальный мир, что квартира, машина, дома, путешествия дадут вам состояние счастья. Никто не дает. Никто вам не даст гарантии, что определенный мужчина вас сделает счастливым. Нет. Никто вам не даст гарантии, что ваши дети оправдают ваши ожидания и станут какими-то магнатами, какими-то великими людьми. Никто вам не дает этого гарантии. То есть это состояние должно быть внутри нас. Если у нас этого нет состояния, значит, мы не находимся в благодарности. А нам есть за что благодарить. Вот прям начните. Смотрите, в 31-м мы загадываем желание на первое, а первым мы начнем благодарить за то, что у нас есть. Вот прям в состоянии благодарности. Блин, мне есть за что благодарить. Я вижу, я слышу, я говорю, я думаю, у меня руки, ноги работают. Уже есть за что благодарить, правда? У меня есть крыша над головой. Я кушаю, я пью воду, у меня есть вода чистая, прозрачная. Есть люди в Африке, вообще нет воды хорошей, чистой, которой попить можно. Поэтому нам есть за что благодарить. И от состояния благодарности уже идти к своим мечтам. Что дальше, друзья? Дальше у нас просыпается самозванец. Возможно, это может быть от разных моментов. Это окружающий мир. И когда вы начнете кому-то говорить, что вы о чем-то мечтаете, что вы мечтаете путешествовать, вы мечтаете о каких-то романтичных отношениях с мужчиной, с мужем, и вам скажут, что это за бред, вы начнете приземляться. Но вы должны понимать, что этот мир существует таким, какой он есть. То есть люди существуют такие, какие они есть. И они этот мир видят ровно так, как считают нужным. И если для них это бред, это не значит, что это так на самом деле. Если это ваше действительно истинное желание, то это не бред. Это абсолютно честный и настоящий разговор с самим собой. И это взрослая позиция – брать свою жизнь под свою ответственность. Все, кто говорят бред, что у тебя ничего не получится, что так не бывает, мечты не сбываются и все такое, это все неправда, друзья. Это те люди, которые поверили точно так же. Вообще я вам хочу сказать, что у нас очень много разных убеждений и установок. Я сейчас не буду углубляться в эту науку. Просто нужно познать эту науку убеждений и установки, что у нас очень много лишнего в голове, что мечты не сбываются, что все не для всех в этом мире, что все ограничено, что богатым и успешным, счастливым можно стать. Это только для избранных путь. Чтобы стать богатым, надо много работать. Это все неправда, друзья. Это неправда. И неправда, которую несут все для того, потому что они сами не знают, они не ведают, что они говорят. А это неправда нам несут. Средства массовой информации, история и так далее. Очень много. Тем, кому удобно нами управлять. Вот и все, что я вам могу сказать. Удобно нами управлять теми людьми, которые боятся, находятся в состоянии страха, страха, тревоги, страха, тревоги, болезни, состоянии каких-то там... Сейчас найду слова. Состояние страха, болезни, тревоги. Что у нас еще есть? Обиды. Я уже забываю даже такие слова, потому что я уже давно в этом состоянии не нахожусь. Страхи, тревоги, обиды. Это состояние нам внушают, потому что такими людьми управлять легко. Легче всего управлять людьми, которые находятся в этом состоянии. Наш же путь, сейчас мы пришли к тому, что мы хотим исполнять свои желания. И вот ответьте на такой вопрос. Желание – это все-таки исполнять путь человека, не стандартного человека, так скажем, не по шаблонной жизни, это точно. Это не такой сложный путь, как нам внушают, но это другой немножко путь. Это не шаблонной жизни путь. Это другой путь. Там, где вы действительно берете свою жизнь под свою ответственность, это тоже не страшные слова. Так боятся люди эту фразу «брать свою жизнь под свою ответственность». Знаете, почему? Опять, потому что нам внушается, что брать свою жизнь под свою ответственность – это быть каким-то определенным человеком, соответствовать какому-то обществу. Значит, надо быть успешным, надо быть начитанным, много знать, постоянно учиться. Это все неправда, друзья. Чтобы исполнять свои желания, нужно всего лишь захотеть, понять, что вы хотите, что вы хотите от этой жизни. Потому что человек – это природное существо. И природу, я думаю, никто не отрицает. Она здесь, она существует. И в природе все сбалансировано. Если вы действительно хотите и идете по своим истинным желаниям, все обязательно сбывается. Я вас хочу смотивировать. Что дальше еще? Вот как раз вот эти моменты, я вам говорила, когда вы пойдете и будете, скажете кому-то вдруг, что вы мечтаете каких-то там, например, рассказали о своей мечте, и вам говорят, ну что за бред, мечты не сбываются. Это как раз те люди, которые говорят, что это не мое, так не бывает, так все трудно в этой жизни. Это как раз те люди, которые находятся в этих установках и убеждениях. И если вы хотите их проработать в себе, это реально, друзья, где бы вы ни находились, в какой бы реальности вы ни находились. Я вам хочу сказать, что я жила в абсолютной, извиняюсь за выражение, жопе, прям вот конкретной, когда не было денег, трое детей, жрать нечего. Это была моя точка отчета. Я вам хочу сказать, что из любой точки отчета есть выход. Выход в успешную, счастливую, богатую жизнь. И я туда иду, друзья. Я уже пришла к какому-то определенному уровню жизни, где я точно знаю, что мои желания исполняются и будут продолжать исполняться, чего я вам от души желаю. И поэтому я веду сейчас этот прямой эфир. Что еще, друзья, чтобы не забыть, я вот себе тут немножко накалякала. Вот. Смотрите, мы написали с вами желание. Дальше. Живем в состоянии благодарности, потому что помним, что счастье внутри нас, оно не зависит от материального мира, от каких-то людей, от времени. Люди говорят, да, очень часто я слышу от старшего поколения, что раньше было лучше. Вот если послушать каждое старшее поколение, раньше было лучше, то мы сейчас живем в полном... Сейчас должна быть вообще, я не знаю, разруха какая-то должна быть. То есть это тоже иллюзия. Не было раньше хуже. Сейчас плохо. То есть это все иллюзии на самом деле. И сейчас, вот посмотрите на молодежь, сейчас им хорошо в этом состоянии. Им сейчас хорошо в это время. И возможно, кто-то из них станет старшим поколением, да, ну, невозможно, а станут старшим поколением, они скажут, а вот в наше время было лучше. Поэтому нет, для состояния счастья нет времени, нет места. Нам кажется, что в нашей стране, да, в нашей стране есть проблемы, я соглашусь со всеми, но и здесь можно найти это состояние. И место, если вы поменяете место, опять нет гарантии, что вы там найдете это состояние счастья. То есть именно состояние счастья, оно внутри нас. Больше нету. Только внутри нас. Нет нигде, ни в чем гарантии. Только здесь ищем. И оно приходит от состояния благодарности. Дальше, когда вы загадали свое истинное желание, мы живем в социуме, да, и это нормально, когда в социуме люди говорят свои, высказывают свое мировоззрение. И если люди не верят, что желание сбывается, это их мировоззрение. И это их выбор так жить. Но не ваш. Если вы действительно хотите, чтобы ваши желания сбывались, вы должны точно знать, что это все осуществимо. И это знаете про что, кстати? Самое важное вообще в этом во всем. Это намерение. Желание, мечты, это цели, которые мы берем под свою ответственность. Вы можете даже прям записать эту фразу. Мечты, это цели, которые мы берем под свою ответственность. Вот желание, это, вот что вы хотите? Давайте вот такой вопрос даже задам. Я уверена, что многие из вас не хотят полететь в космос. Но нет такого желания. Все приземленно, все очень приземленно. Все хотят ощущений, эмоций, все хотят яркой, красивой жизни, легкой жизни, потому что действительно жизнь мы очень себе усложнили. И усложнили ее неосознанно, не... Мы усложнили ее необоснованно. Возьми яблочко, как-нибудь возьми стульчик, сынок, извините, пожалуйста. И мы усложнили ее необоснованно. И по факту нам хочется очень приземленного в жизни. Иметь уютный уголок, иметь яркую, легкую жизнь, иметь понимающие отношения со второй половиной. Мы опять вспоминаем, что мы социальны, мы не сможем одни жить на планете. И нам нужны отношения с тем человеком, с которым мы будем общаться, с которым мы будем делиться своими эмоциями, впечатлениями. Если это дети, то мы хотим детей, да, то есть, чтобы с ними тоже делиться эмоциями. Дай мне ножик, юморик. Я извиняюсь, но вот так вот, я вот такая дама, потому что у меня... Опять бери стульчик и дай ножик. Вот моя, вот моя реальность, друзья. Я обыкновенная мама троих детей, и я вам хочу сказать, что, еще раз повторюсь, в 2021 году выходящем, мои желания, 80% моих желаний сбылось не потому, что у меня были деньги, не потому, что я нахожусь в каких-то других обстоятельствах, не потому, что я какая-то особенная, а потому, что я... Ну вот, все эти моменты в себе проработала. проработала. И сейчас самое главное хотела сказать, сейчас я ему яблоко отдам. То есть, сейчас я вам расскажу, да, например, когда я полетела в Турцию с тремя детьми, это было мое четкое намерение, мое видение этого мира. Я хотела этого, и я понимала, что от меня это не уйдет. Сейчас это как раз уже про намерение говорю. И когда это мое желание сбылось, оно вообще сбылось неожиданно, даже для меня неожиданно. Я вообще никак не ожидала. У меня не было этих денег, да, мне минимум нужно было сто тысяч рублей, но у меня этих даже денег не было. Но эти события, когда вы желаете действительно своим истинным, загадываете свои истинные желания и отпускаете их, так скажем, да, сейчас я эти все моменты проговорю, вы создаете такое четкое намерение, это запускается во Вселенной, и это намерение так или иначе начинает сбываться. Вы не знаете, в какой момент оно сбудется, и вы не знаете даже как. То есть когда вы создаете свое реальное желание, вы не знаете, как оно осуществится, и это не ваша проблема, это не ваша задача. Это задача Вселенной. Как бы это волшебно не звучало, как бы это не звучало, ну, неправдоподобно, это действительно так. И так со мной случилось. У моего мужа выстреливает одна монета в криптовалюте, и у него есть большая сумма денег, из которой даже не конкретно на Турцию он мне выделил, а из которой он мне выделил на Турцию, куда я полетела с детьми. Вот так и исполняются истинные желания. Истинные желания это не про труд, это не про деньги, это не про... что у нас еще есть, в какой бардак у нас еще есть в голове, что наши желания должны сбываться каким-то трудным, тяжелым путем. Все это неправда, друзья. Они должны сбываться легко, свободно и непринужденно. И это создается именно в намерении. Сейчас буду самое главное говорить, да? Когда вы загадали свое истинное желание, лучше напишите его. Напишите. Когда мы сделали все эти пункты, живем от состояния благодарности, не слушаем других, живем своими, своим мнением, живем своим мировоззрением, вы должны четко понимать, что ваше желание это не какая-то далекая звезда, а она реальна. Вот почему желания не сбываются? Потому что мы в них не верим. Потому что нам кажется, вот эти тоже убеждения, установки обязательно в себе проработайте, что это не для меня, что так не бывает, что я не такая, я обыкновенная, это все убираем, и это все убираем и приходим к тому, что желание это четкое намерение. Это знаете как? Это сесть как на велосипед, например. Вы садитесь на велосипед и вы, ну, если вы катаетесь, конечно, кто-то уже не ездит, вы садитесь на велосипед и вы точно знаете, что вы поедете на нем. У вас нет сомнений, верю, не верю, у вас нету колебаний по этому поводу, вы просто садитесь и едете. И вот точно так же ваше желание должно уложиться в вашей голове. Это не какая-то далекая звезда, это все земное. Мы все хотим реальных земных желаний. И этого, это есть в мире, это есть на нашей планете, и оно в изобилии. Даже если брать материальный мир, квартиры, машины, все это в изобилии. Сейчас это все в изобилии. Если это одежда, ее вообще килограмм, сколько хотите этой одежды. Изобильно, все в этом мире изобильно, и все для нас. Нет ничего ограниченного. Вот прям надо себе это уложить в голове. И ваше желание должно стать не конкретной, то есть не верю в не верю, да, то есть вот оно, ваше желание, и вы сомневаетесь, верю, не верю, ой, сбудется, ой, не сбудется. Нет. А вы точно знаете, что ваше желание сбудется. Оно никуда от вас не уйдет, потому что это ваше истинное желание. И дальше вы отпускаете эту мысль. Вы просто ее отпускаете и начинаете жить своей жизнью, где живете в состоянии благодарности, где живете в состоянии счастья. Да, в состоянии счастья вспоминаем у нас внутри. Не от наших желаний зависит, а у нас внутри. Просто наши желания сделают нас еще счастливее. Продолжаете жить в этом состоянии, в состоянии счастья, благодарности. Хоп, и опять вспоминаете о своем желании. И вы точно говорите, что «О, да, это мое желание, и оно обязательно скоро сбудется». А лучше еще поставить напротив вашего желания число, дату, месяц, год. И опять отпустить, не жить. Вот смотрите, когда мы очень советуем прочитать книгу Зеланда «Транссерфинг реальности», он эти моменты все описывает, намерение, избыточный потенциал. Избыточный потенциал – это то есть когда мы уже начинаем грезить этим желанием. «О, Боже, когда оно сбудется? Когда же оно сбудется?» Оно не все не сбывается, и оно становится тревожным состоянием. Если наша мечта и желание наши не сбываются, оно становится у нас тревогой. Нет, оно не сбывается, сбывается, не сбывается. И вот оно постоянно мысли не покидает нас. Надо, чтобы она покинула эту мысль, что нет сомнений, нет колебаний. Мое желание сбудется. Когда оно сбудется и как – это уже второй вопрос. И это не ваш вопрос. Это уже закрутится вокруг Вселенной, и это будет зависеть, кстати, от вашей веры. И от вашего без колебания, без сомнения, что оно сбудется. А для этого вы должны убрать опять эти убеждения – мое, не мое, сбудется, не сбудется. Опять не слушать других людей, а слушать свою душу, что она хочет. Потому что жизнь очень сильно изменчива. И те знания, которые несут, например, наши родители, на сегодняшний день, они не работают. Ну, не работают эти знания. И кто прав в этой жизни, ну, уже тяжело найти. Я вам больше скажу. Сейчас, когда я рассказывала в сторис, что у нас какие-то там, ну, шероховатые были отношения с мужем, я обращалась к психологам. Я вам хочу сказать, что даже психологи на сегодняшний день некомпетентны. Потому что мир очень сильно изменчив. И психология – это не панацея. Психология, она вообще нелинейная наука. Она очень колеблется. То есть это всё нет единого рецепта. Нет однозначно единого рецепта воспитания детей. Нет единого рецепта в отношениях. Нету. Если говорят, что нужно от деструктивных отношений уходить, то лично я говорю, что нужно хотя бы попробовать понять, почему эти отношения деструктивные. Точно так же в воспитании детей нету безнадёжных детей. Абсолютно. Я в это не верю. Я верю, что есть начало. У нас у всех есть замечательное начало. Мы все родились сначала детьми. И все дети – это беззащитные, добрые, хорошие существа. Это дальше уже внушается им страхи, тревоги, обиды. И даже когда человек становится абсолютно неадекватным, это как все в Казани видели эту женщину, которая била свою девочку, полутораголдовалую дочку, била, на камеру снимала и показывала это мужу, потому что она на него обиделась. Это только потому, что у неё эти тараканы в голове. И эти тараканы начинаются от убеждений и от установок, которые нам внушают. Нет правил в этой жизни. Есть правила, которые вам дают положительный, хороший результат. Поэтому в первую очередь нужно слушать, конечно же, своё сердце. Если вы не знаете, как действовать в той или иной ситуации, можно обратиться к психологам, к оучам, можно обратиться, пройти какую-то терапию. Но опять-таки нужно проверить, принесёт ли вам этот результат, этот определённый человек. Потому что, говорю, всё, психология – это не панацея. Всё очень изменчиво и всё очень шатко в этом мире. Мир очень вообще изменчив, и однозначно надо научиться слушать своё сердце. Все ответы внутри нас. Больше нам никто так нехорошо не подскажет, как мы сами найдём все ответы внутри нас. И все психологи и коучи так или иначе приводят к тому, что вы сами себе отвечаете на свои вопросы. И если вы научитесь отвечать на свои вопросы сами себе, это будет наилучший, наилучший апгрейд в вашей жизни. И вы создадите лучшую версию себя. Это стопроцентно. Поэтому далеко я ушла. От начала желания закончила уже психологией. Так вот, друзья, я сказала о том, что нужно создать внутри своего желания намерение. Намерение – это то, когда вы не колебнетесь, когда вы не сомневаетесь, а знаете, что ваше желание реально, и что оно обязательно проявится в вашей реальности. А для этого нужно хоть немножко, ну, прям сесть и подумать, а что я могу сделать здесь и сейчас? Прямо сейчас взять и что-то сделать с этим. Прямо попробуйте написать план. Это можно, например, если сейчас у вас нет времени, вы можете до 31 декабря написать свои желания, выбрать из них прям то, которое вам отзывается, которое вас окрыляет, которое вас будет будоражит, да, вас внутреннего, ваше внутреннее я будоражит. И это желание загадать. И дальше уже жить от состояния благодарности, состояния счастья, не слушать никого. И сесть и подумать, а как я могу осуществить свое желание? Что у меня есть на данный момент? Что я уже могу сделать здесь и сейчас? И можно прям, ну, написать, что вы можете, да? Это как раз тоже хорошая терапия для себя. А что я вообще могу? Почему мы все время в себе сомневаемся? Потому что это опять исторический факт. Нас все время с кем-то сравнивали с самого детства. И нам все время ставили оценочную систему. У нас всегда была оценочная система. Нам ставили оценки за то, как мы делаем что-то. Вот когда вас кто-то оценивает, обязательно подумайте о том, что с какого перепуга ты вообще меня оцениваешь? Я же не пришла к тебе домой, не попробовала твой борщ. Может, ты вообще не умеешь готовить, кушать? Или ты не умеешь еще что-то делать? Не слушайте никого. У вас есть положительные качества. И найдите в себе их. У вас наверняка их море. Что вы умеете делать здесь и сейчас? Что? Напишите. Я не знаю. Умею хорошо готовить, в конце концов. Начните с этого. Блин, я классная там. Я умею слушать. То, что вы здесь находитесь до сих пор, это уже вы умеете слушать. То есть найдите в себе какие-то жирные-жирные плюсы. Не сосредотачивайтесь на минусах. И что вы можете уже сделать здесь и сейчас, чтобы дойти к своим желаниям? Вот поверьте мне, когда вы все это сделаете, когда вы сделаете эти пошаговые пункты, вот все закружится вокруг ваших желаний. Вот все. И вы даже не поймете, как вдруг реальность начнет меняться. Начнет меняться окружение. Начнет меняться ваши обстоятельства. Ваши ситуации начнут меняться. Вдруг будут появляться такие обстоятельства, которые будут складываться так, что вы начнете реально действовать в сторону своих желаний. И так это и создается именно намерением. Это создается именно намерением. Что еще хотела я добавить к этому, ко всему? Я очень надеюсь, что я вас смотивировала что-то делать. Что-нибудь пролайкайте мне, пожалуйста. Так. Что еще я хотела добавить? Мысль у меня проскользнула. А, да, кстати, по поводу мыслей. Мы начали с того, что наши мысли, у нас миллион мыслей в день, и 80%, которые не несут в нашей жизни абсолютно никакого результата. И от них желательно бы избавиться от этих мыслей. Благодарю, друзья. Благодарю. И от этих мыслей желательно бы избавиться. Как избавиться? Сосредоточиться на положительных мыслях. На положительных ваших жизненных ситуациях. Что в вашей жизни есть? Прямо вот на этом сосредоточиться. Сосредоточиться на том, что, блин, у меня же дети есть. Они такие классные. Блюдах Зорова, что они у меня здоровые. Благодарю Вселенной, что они у меня здоровые. Благодарю, что я здоровая, счастливая. Я не одна на этой планете. У меня, если у вас есть мама, папа, если у вас есть вторая половина, есть дети, вы уже самый счастливый человек на свете. И вот эти мысли, которые у вас миллион приходят в голову, сосредоточьте их на положительных. Не думайте о каких-то внешних факторах. Очень много людей мусолит какие-то внешние обстоятельства. Типа коронавирус, болячки, очень много смертей. Как-то люди живут, плохо, хорошо живут. Мы не знаем на самом деле, как люди живут. И мы не знаем, почему они находятся в этих обстоятельствах. Возможно, им было так комфортно. И я даже больше, я даже утверждаю это. Те люди, которые находятся в жопе, я извиняюсь за это выражение, но мне не нравится это выражение, оно более понятливо, да, оно более таким, знаете, нормальным человеческим языком. Понятно, где находится человек. И когда человек находится там, ему там комфортно. Мы все находимся в определенной зоне комфорта. И вот чтобы исполнять свои желания, все-таки нужно выйти из зоны комфорта определенной. Это не значит, что вы должны сейчас идти и метать там, я не знаю, покорять горы, покорять Эверест, я не знаю, становиться лучше, читать. Читать, но нет, это не про это. Просто выйти из коробки, это значит выйти из этих убеждений, из этой шаблонной жизни. Вот эта вот коробка, да, в которой мы живем, зона комфорта, что типа вдруг, блин, а вдруг, а вдруг желания не сбываются, а это не мое, ой, это все страшно, ой, это все небезопасно, ой, а люди говорят, что мечты не сбываются. Это все коробка. И вот чтобы из этой коробки выйти из зоны комфорта, всего лишь нужно убрать эти убеждения. Вот за этой коробкой как раз-таки и лежат наши желания, находятся наши желания и мечты. Потому что в состоянии, когда это не мое, я этого не достоин, деньги достаются тяжелым трудом и так далее, в этом состоянии мечты, к сожалению, не сбываются, а может быть и к счастью. Поэтому всего лишь, ну, немножко, да, честный разговор с самим собой. А как я живу? А что я чувствую? А кого я смотрю? А с кем я общаюсь? И если вы общаетесь, там, с людьми, которые постоянно ноют, и которые говорят, что муж не тот, дети не те, жизнь не та, то, скорее всего, в вашей жизни так или иначе этот человек определяет какую-то вашу область, а может быть и всю. Поэтому просто нужно из этого выйти коробки. Это не значит, что вы уйдете от этих людей. Возможно, это самые близкие. Я вам больше скажу, что самые близкие – это мои родители, которые сейчас находятся в пожилом возрасте. Они вообще в таких глубоких убеждениях живут, они в таких глубоких заблуждениях живут. Но я, не слушая их, не слушая родителей, не слушая каких-то близких людей, это не значит, что вы должны с ними ругаться, это не значит, что вы должны с ними спорить или еще что-то, что-то доказывать. Просто это их реальность. И я своим родителям говорю, да, молодцы, супер. Но живу я по-своему. Если даже, например, мой папа лезет в мою жизнь и хочет мне что-то доказать, я его послушаю и скажу, хорошо, окей, папуль. Все. Он успокоился, ушел в свои мысли опять, а я живу уже своей жизнью, где делаю свои определенные действия со своей точки зрения, со своего мирозрения. И поэтому с теми людьми, которые находятся с вами рядом и у которых есть глубокие заблуждения, убеждения, установки, страхи и так далее, это их видение мира. И они имеют право на этот мир. Они имеют право на это мировоззрение. И мы не имеем права осуждать их за это. Вот знаете, мне очень нравится фраза. Очень нравится фраза. Я разрешаю этому миру быть таким, какой он есть. Я позволяю ему быть таким, какой он есть. Я позволяю людям быть такими, какие они есть. Какие бы они ни были бы. Какую бы они ни не несли чушь. Как бы они ни жили. Я просто им позволяю. И еще с точки зрения того, что у каждого человека есть хорошее начало. И что бы он там ни нес, просто без осуждений. Мы говорим, ну ладно, окей, это твоя точка зрения. У меня есть своя точка зрения. И я вот так живу. Если даже вам человек говорит о том, что мечты не сбываются, это его видение мира. Вот и все. А ваше видение мира, это то, что мечты сбываются. Друзья, я обязательно оставлю этот прямой эфир. Пересматривайте его периодически. И обязательно оставляйте, не знаю, может быть, в комментариях. Может быть, еще пролайкайте. Чтобы как можно больше людей увидело этот прямой эфир. Можно даже кинуть сториз. Я вам буду безмерно благодарна за это. И, друзья, я вам хотела рассказать свой результат. Да, реально мой 2021 год оказался таким трансформирующим. Он просто произошла огромная трансформация в моей жизни. Я реально начала исполнять свои мечты и желания. И я вам точно хочу сказать, что это не про деньги. Вот мечты, наши истинные мечты, это не про деньги. Это не про место. Это не про время. Это не про определенных людей. Это про нас. И все в нас. Все ответы в нас. И все мечты, которые в нас есть, они все исполняемы. Я вам точно это говорю, потому что я это прожила. И это только начало. Потому что дальше у меня прям глобальные желания. И они для меня реальны. Все в этой жизни реально. Вот. Что еще хотела сказать вам? А, я, кстати, да, запустила интенсив. Да, он не запустила. Я его запустила в тестовом режиме. Он у меня уже прошел. Вот знаете, год назад я бы в жизни не подумала, что я смогу какой-то онлайн продукт запустить. Но я это сделала. Как я это сделала? Я просто создала намерение, что мне нужны ресурсы в виде денег, которые будут исполнять мои мечты и мои желания. И что я хочу? Вот мое истинное желание это путешествовать. Я хочу увидеть этот мир. Вот прям мое истинное желание. Я хочу увидеть этот мир. Я хочу ему удивиться. Я хочу впечатлиться этому миру. Я однажды задала себе вопрос, какого черта я живу на этой планете, если я ее не могу увидеть? И кто мне сказал, что я ее не могу увидеть? Да я могу ее увидеть. Вот она передо мной. Просто идешь и делаешь. А что мне для этого нужно? И я поняла, что мне нужен какой-то онлайн продукт, потому что я не могу быть привязана к какой-то работе. Мне для того, чтобы путешествовать, мне нужны ресурсы в виде денег и мне надо работу, которая бы не была привязана к месту. И я поняла, что я что-то могу, например, в виде какого-то онлайн продукта создать. Это знаете как? Я создала, у меня есть желание. Путешествовать. Представляете, это вообще не связано вроде с моим интенсивом, но я начала с того, что я хочу путешествовать. Я хочу путешествовать. Дальше создалось намерение путешествовать. Что я должна сделать? Я подумала, а что я могу сделать? Что я могу сделать здесь и сейчас? Я умею говорить. Ну, как на своем языке, как могу говорю, да? То есть, если какой-то есть хоть один слушатель, значит, я могу говорить. Попробуем, давай из этого вытащим. Что я могу дальше сделать? Блин, ну, давай попробуем сделать онлайн продукт. Ну, отлично. Я не знаю, как это создается. Вот, когда я создается намерение, вас начинает нести просто. Вы садитесь в лодку, и вас несет по течению, где создаются определенные обстоятельства, ситуации, приходят какие-то люди, приходят какие-то обстоятельства, где вы просто начинаете действовать, где вы не можете не действовать. Вы просто думаете, блин, если я сейчас это не сделаю, и вы просто это берете и делаете. И это не про труд, потому что этот труд вам в кайф. Вы начинаете кайфовать от того, что вы делаете, И вам просто даже интересно уже, а блин, а до чего я могу дойти? Начинает нравиться путь, результат. Блин, а как я могу дойти до результата? И вот этот интерес проявляется, когда вы проявляете интерес к этому, тут и создается как раз состояние счастья, что оказывается состояние счастья – это в пути. Я вам больше скажу, что деньги нисколько тратить даже интересней, а сколько их зарабатывать интересней, потому что потратить деньги – это миг. Вот даже доехать до Бали, например, долететь до Бали, сколько вы там сможете отдыхать? Неделю, две, месяц. На второй месяц вы завоете, вы скажете, блин, я устала отдыхать, я хочу что-то делать. И это нормально, потому что человек про действия, он должен действовать, он должен что-то делать, творить. И вот это как раз действие – это протворение наше, про то, чтобы давать что-то в этот мир. Мы живем среди людей, мы социальны, и мы должны кому-то что-то давать, и где-то откуда-то брать. Это нормально, это нормальный круговорот в природе. И поэтому, когда мы что-то даем, мы за это получаем деньги. И когда ты понимаешь этот процесс, ты понимаешь, что нет ничего невозможного в этой жизни, и желания создаются реально намерением. Но сначала нужно найти свои истинные желания, понять, что я действительно хочу. Не цепляйтесь, не анализируйте, а ищите в своем состоянии, где мне хорошо, где бы было мне хорошо. Не анализируйте. Ой, у меня здесь квартира, у меня здесь работа, ой, у меня дети, ой, вам муж там. Вообще не анализируйте, просто пишите, что я хочу. Я хочу покоя. Вот если это ваше состояние, прям пишите, где это должен быть покой. Закройте глаза, включите музыку, подумайте, где этот покой. Я не знаю, на море, в хижине. Это ведь не всегда, друзья, про какой-то дворец. Это зачастую не про дворец. Наше желание зачастую не про дворцы, не про шикарные машины, и даже не про шикарную одежду. Это про состояние. И поэтому я очень хочу, желанно мне, чтобы вы загадали истинные свои желания в новом году. Что-то еще хотела к этому добавить? Ну, по-моему, много что сказала. Друзья, как вам эфир? Я очень надеюсь, что он очень вам зашел, что он действительно для вас стал плодотворным, что вы что-то для себя поймали, какой-то инсайт. И очень надеюсь, что ваши истинные желания действительно в вас проснутся. Желательно до Нового Погода. Вот. И обязательно их запишите. Наверное, закончу, друзья, на этом. Оставлю прямой эфир. Оставлю прямой эфир.